Ассаляму алейкум, уважаемые зрители! Вы смотрите программу «Лунный календарь», где мы погружаемся вглубь истории и смотрим на знакомые каждому мусульманину вещи свежим взглядом. Человек уже покорил космос и приглядывается к другим планетам, а много веков назад и наша Земля была малоизучена, и человечество шаг за шагом познавало окружающий мир. Сегодняшняя тема – путешествия и географические открытия. Изобретение магнитного компаса приписывает китайцы, но создавали они его совсем не для тех целей, о которых вы подумали. Первый магнитный компас назывался Луабань или Лапань и предназначался для Финшуя. Это даосская практика устройства пространства. Такой восточный вариант геомантий с помощью Финшуя якобы можно выбрать хорошее в эзотерическом смысле место для строительства дома или захоронения. Даосисты верили, что, найдя благоприятные потоки энергии Ци, можно использовать их на благо человека. Они считали, что от расположения предметов в пространстве зависит как психическое, так и физическое самочувствие индивида. В средние века правоверные мусульмане-путешественники первыми стали использовать магнитный компас для навигации. Самое раннее свидетельство его применения в мореплавании содержится в персидском источнике собрания истории Мухаммада Аль-Ауфи. Он рассказывает о плавании по Красному морю и Персидскому заливу в 1233 году. Компас описан так. Рыба, сделанная из железа, натерта магнитным камнем и помещена в чашу, наполненную водой. Она вращается, пока не остановится, указывая на юг. Мощное развитие мусульманской географии пришлось на 9-15 века. В этот период произошла революция картографии в исламском мире. Написано большое количество трудов о путешествиях и вновь открытых землях. Записи Авлия Челеби, повидавшего разные уголки земли, и путешествия Ибн Батуты, объехавшего все известные тогда континенты, являются бесценной исторической и географической сокровищницей. За 31 год своих странствий Ибн Батута преодолел расстояние в три раза превышающее длину экватора. Ни один путешественник Средневековья за всю свою жизнь не покорил большего пространства. Путевые заметки Ахмада Ибн Падлана, путешествовавшего по Восточной Европе в составе посольства Аббасийского халитва в X веке, являются историческим памятником. В своем труде путешественник описывает внешний вид, уклад жизни, обычаи и обряды древних русов – булгар, башкир, хазар и агузов. А мусульманам-мореплавателям принадлежит открытие связи океанов друг с другом. Именно мусульмане первыми вели в оборот понятие «едийный мировой океан». Межокенический морской путь был описан Сулейманом Аль-Махири. Он начинался в Индийском океане, затем проходил через Тихий, далее корабли шли по Беринговому морю в Северный Ледовитый океан. Оттуда попадали в Атлантический и через Гибралтарский пролив доходили до Средиземного моря. Другой описанный морской путь начинался из Индийского океана и проходил через Абасинское море, Мозамбийский пролив, мыс Доброй Надежды и достигал Атлантического океана. Кстати, именно этим путем в 1498 году совершил свое путешествие в Аскадагаме, считающийся первым европейцем, совершившим морскую экспедицию в Индию. Но мало кто знает, что лоцманом на корабле известного путешественника был араб. Именно он прокладывал маршрут в Аскадагаме. Самым известным первооткрывателем новых земель бесспорно является Христофор Колумб. Он открыл Америку. Однако некоторые современные ученые считают, что Колумбу следует поделиться славой первопроходца Нового Света с известными и безымянными представителями исламского мира. И вот почему. Доподлинно известно, что мусульманские географы и астрономы знали о сферической форме Земли. Одним из первых эту теорию выданил великий персидский ученый IX века Альхиризминь. Французский кардинал, общественный деятель и философ Пьер де Али в 1410 году написал книгу «Имага Мурди», который рассказал о том, как представлял нашу планету Альхиризминь. Именно из этого труда Христофор Колумб узнал о сферической форме Земли и решил совершить экспедицию на ее противоположную сторону в поисках неведомых островов и материков. Таким образом, исламская географическая теория сыграла свою роль в открытии Нового Света. И нам снова оказал честь своим присутствием наш постоянный эксперт, историк-арабист Алмаз Абдурахманов. Ассалам алейкум, Алмаз. Алейкум ассалам. Алмаз, как вы поняли, тему нашей сегодняшней передачи «Путешествия и путешественники». Дополните нас, пожалуйста. Арабы были прекрасными купцами. В своих торговых путешествиях они преодолевали тысячи километров. И в отличие от многих средневековых купцов, арабы владели грамотой. Еще бы, ведь им необходимо было знать арабский язык, уметь читать, писать для того, чтобы понимать Коран. Именно это позволило многим средневековым путешественникам писать книги и передавать эту информацию другим. Многие арабские путешественники, преодолевая огромные тяжелые расстояния, стремились передать особенности путешествия для своих последователей. Ведь очень удобно, когда перед путешествием ты обладаешь информацией о том или ином населенном пункте, об обычаях городов, которые тебе предстоит посетить. И ты знаешь, что можно взять с собой, где нужно взять теплую одежду, а где нужно, наоборот, захватить какие-то лекарства. И с этой целью были написаны большие трактаты известных географов Ибн Батуты, Аль-Идреси, Аль-Бируни и, конечно же, Ибн Сина. После смерти пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, среди арабов стало распространяться кораблестроение, и мусульмане получили возможность передвигаться по морю. Так были открыты земли Испании, Японии. И все это было задокументировано, зафиксировано в книгах, которые впоследствии использовали португальцы в своих мореплаваниях. Многие считают, что Марко Поло, открывший для европейцев Ближний Восток, Азию, на самом деле не совершал свои путешествия. Он лишь переводил труды арабских путешественников на латинский язык. Арабские путешественники преодолевали расстояние от Португалии до Японии, от низови Волги до Южной Африки, дабы впоследствии послы, чиновники, купцы могли использовать эту информацию. Когда отправлялись в путешествие на корабле, известный ученый Ибн Сина оставлял свои рекомендации для того, как лучше перемещаться на корабле. Для тех, кто отправлялся в Индию или Японию или в Китай, Ибн Батута оставлял информацию, как взаимодействовать с местным населением, об их обычаях, как лучше преодолевать какие-то особенности в плане, и что лучше кушать, а от чего в конце концов лучше не есть. Сегодня, когда мы едем в какую-либо страну, мы обязательно изучаем, куда мы едем. Но для Средневековья это было нечто новым. Никогда до этого никто не писал каких-то трудов. Если кто-либо отправлялся в путешествие, то он обязательно должен был взять с собой гида. Но действительно, хороших проводников было очень мало. И тогда на помощь приходили вот те книги, которые могли переписываться, копироваться и даже переводиться на другие языки. То есть это своего рода были путеводители такие? Абсолютно верно. И причем, я еще раз повторюсь, они включали в себя не только описание географических или климатических особенностей, но и какие-то медицинские рекомендации, физиологические и даже лингвистические. Спасибо вам за интересное путешествие. Мы тоже сделали для себя массу новых открытий. И я напоминаю, у нас в гостях был историк-арабист Алмаз Абдурахманов. Также есть версия, что мусульмане открыли даже Америку еще за 500 лет до Колумба. Этой точки зрения придерживается ведущий южноафриканский антрополог доктор Мервин Джеффрис. Ученые утверждают, что Америку открыли выходцы из халифата, а не Христофор Колумб. Джеффрис строит свою версию на том факте, что на реке Рио-Гранде в Северной Америке были обнаружены останки негроидов до Колумбовского периода. По мнению ученого, в 1000 году мусульмане и африканцы уже поселились в Америке. Известно, что и сам Колумб находил на Панамском перешейке небольшие колонии с чернокожим населением, которые были потомками выходцев из халифата. Также в качестве аргументов защиты своей версии Джеффрис пишет следующее. Существует старое португальское предание о том, что когда при короле Жуане II, который умер в 1495 году, португальцы исследовали побережье Гвинеи, Западная Африка. Они привозили оттуда маис, американское растение, из Гвинеи в Португалию. Маис, должно быть, попал в Гвинею из Америки. Это значит, что кто-то должен был его привезти. И я считаю, что это сделали арабы. Говоря о мусульманском мореплавании, невольно вспоминается аят из Суры Ибрагим. Наше время подошло к концу. Смотрите канал Алиф ТВ и познавайте мир вместе с нами. Ассаламу алейкум в рахматуллахи в баракатах.